Друзья, с вами я Хейлер, и сразу хочу сказать, ну многие возмущались, что у меня слишком тихий микрофон, и поэтому мне пришлось поставить усиление, и там небольшое шипение есть за кадром, не обращайте на него внимания, я сделал то, что меня попросили чуваки, меня чуваки попросили так сделать, кстати, Крым, как я и сказал, стал вассалом нагайцев, чуваки меня попросили это сделать, и всё, не жалуйтесь, потому что так слишком тихо, так слишком громко. Снимаем так, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот такого звука, если вам нравится, ставьте плюсики, если вам не нравится, в комментариях пишите минусики. Так, а что я вам хотел показать, смотрите, я сейчас пока смотрел, просмотрел карту перед началом записи, увидел такую приколюху. Генуэ. Генуэ. Генуэ, Эмират. 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 Феодальная монархия. В Генуэ феодальная монархия, она является Эмиратом, и вот эти протестантские земли, тут даже у них нет столицы, являются как бы, как сказать, еретическим для Генуэ. А столица Генуэ, Эмирата Генуэ, теперь в Кубани. Короче, Генуэ перекочевали по полной, я вообще был в диком шоке. Ну, в принципе, это даже... Это Европка, это Европка. Это придает определенный, как сказать, определенную красочность игре, что ли. Ну все, мы продолжаем. Ну, наконец-то, чё? А, всё, Краков обратили, наконец-то. Влиятельно-доверянское семейство. Отказаться в помощь. Административку придётся. Потрать, чтобы отказать в помощи. Так. Краков теперь тоже православный. Кто у нас не православный? Все православные. Ура! Слава православию. Так вот, у нас все земли православные. В отличие от Генуэ. От Генуэ. Да. Ну, я чувствую, что сейчас Генуэ лихо будут завоёвывать. Кто союзник теперь Генуэ, кстати? Швейцарцы всё ещё союзник Генуэ? Они сами там не мусульмане? Ещё нет, ещё нет. Но я думаю, они скоро разорвутся союзник Генуэ, потому что Генуэ стал Эмиратом. Так. Эстернизироваться мы пока не собираемся. Так. Польские националисты. Где они там? Влюблене. Вперёд, влюблен! Друзья. Так, влюблен. Ты где там? Вот, где? Где? Я отсылаю в тебя войска, влюблен. Поглощай их. Или радуйся тому, что к тебе пришли наконец-таки цивилизованные люди, а не эти поляки. Так. Что мы будем теперь с вами придумывать такого интересненького? А, блин, я ту открыл. А, ничего, ту открыл, короче. Воевать с османами ещё рановато. Рановато ещё, я вам скажу. Мы должны повоевать с Киевом. Захватить Киев. Ну, вы понимаете, да? Киев захватим. Потому что восстанами они не хотят быть. Они считают себя суперкрутой державой, все дела. А в союзниках у них Холивоны, Рига, Чернигов и Смоленск. Всего-то. Сейчас мы побьём это восстание. А пока поднаклепаем претензии на них. И начнём аннексию запорожцев чуть позже. Почему чуть позже? Прямо сейчас и начнём. Так, вот и всё. Прощайте. Кстати, можно было даже не отправлять туда свою армию, не тратить своих рекрутов. Можно было просто подождать, пока туда придут венгры. Так, ладно. Что мы можем вкачать? Я не хочу это вкачивать. Армия, в принципе, у нас на нормальном уровне. И надо вкачать нам уже... Так, какие-то... Где идеи, блин? Вот. Великие полководцы. Солдаты следуют лишь за теми, кто умеет хорошо командовать. Поэтому мы должны быть уверены в профессионализме наших офицеров на передовой. Та-дам. Отлично. Супер. Так. И теперь... Так. Вот, сразу этот чувак получил себе... А, это все новый генерал получает. Плюс получается, да? Понятно, понятно. Так. Так. Фабрикуем пока претензии на Киев. Ну, нет. На Киев, на Черкассы. Везде. По полной программе все сфабрикуем. И аннексируем запорожцев. Да. А, и в Кракове можно уже распустить. Стоп. Или там еще есть какие-то восстания. Какая там... А, держава же есть еще такая, Краков, да? Да, да. Вот, Краков еще там может отделиться, но он не может. Так. Кто-то мазовский. Где они? Варшава. Варшаве... Варшаве оставляем замок. В Кракове убираем. Нормально. Потихоньку деньги уже идут у нас в плюсик. Армия у нас вся почти пополнилась. Так. 29 из 29, все на максимуме. Упадок, базовое значение. Выводы ухармии, скорость стандартных рекрутов, садные умения. Железная дисциплина плюс один. На нашей службе. Очень жаль. У нас, по-моему, не было никаких, кроме теолога, этих чувачков. Так, мы сейчас сфабрикуем парочку претензий. Ну, как раз парочку, да. Отберем у Киева его земли. Ну, вассайльт Ригу я не вижу вообще смысла. Вот если бы Рига была в пути на запад указана, вот видите, курс на запад. Тут нужно либо Вену, либо Прагу, либо Данцик. Но у нас нет возможности захватить ни то, ни другое, ни третье. У кого Прага? Прага тоже. Вот австрийцы, суки, нагло забрали себе две таких классных провинции, причем они и так западные группы технологий. Меня это бесит. А у них есть десяточка. А что им еще не хватает? Чтобы стать Пруссией. Даня такая маленькая и беззащитная. Так, с Геной там не разорвали союзы еще? Нет, как ни странно, нет. Ой, все, Венгрия стала вестернизированной. Ну, сейчас Венгрия попрет, улучшается в технологиях, наверняка. Венгрия, это же никак не испортит твое мнение о нас. Конечно, не испортит. Что за глупости? Так, сфабриковать. Отлично. А, у нас так есть претензия. От этих мы получаем ее. Тогда не будем терять ни минуты. Все, возьмем вот этих двух союзников, да, по полной программе, почему бы нет. И разгромим их, и все, без особых проблем. У нас так во много раз больше сил. Так, и с вот этими ближайшими провинциями сейчас укрепим там крепости. Ну, я думаю, этого должно хватить. Ну, если кто-то здесь попрет, сначала придется Варшаву взять, а тут я уже успею. Так, так, что пока можно и Бессарабии не ставить крепость. Только вот эти две провинции, нам их хватит, в принципе. Так, а мы идем пока в Житомир. Генерал у них так себе. Так, ну все. И сил у нас во много раз больше. Просто во много-много раз. Смоленск, Ливония, Чернигов, Киев. Вот тут Черниговская армия, Смоленская подошла. Ну, нам есть до этого? Разумеется, нет. У Чернигов 11 уровень военных технологий, у Киева 11 уровень. У Смоленска 12, у Ливонов 14, все правильно. У этих вообще 15. У нас как-то все это не кайлышит. Мы вас сейчас просто разгромим, потому что мы более развитые даже. Хотя бы поэтому. А вы отступайте, отступайте. Мы сейчас захватим Киев. А у них нет никаких... Нет, у них тут нет никаких держав. Я бы, может, выделил кого-нибудь. Раздробил их, но у них нет никаких таких держав. Ну, посмотрим еще, какая агрессивка будет. Мы, может, просто Киев завасалим. Отберем у них Черкассы. Или заберем Полтаву или Переяславу. Не знаю, что отберем. Так, может, Полтаву. Что в Полтаве? А Переяславль? Да практически одинаковые провинции. Так. Ну, в принципе, Полтава слаще. Так что, наверное, заберем Полтаву. Посмотрим. Что у нас как будет? Интеграция, долгий процесс. Особенно, когда речь идет о Запорожье. Так, ставим крепость на содержание. Глупо даже было содержать подоле уже. Вот так вот оставим. Пока. Ура, мы сейчас... Все, мы маршируем по улицам Киева. Эм, да-да-да-да, точно. А почему я не могу прямиком сюда пройти? Что-то мне непонятно. А, крепость мне не дает. Ну, тогда оставимся здесь, пока не возьмут Черкассы. А в Киеве вообще есть крепость? Да нет. В Киеве нет крепости, а в Черкассах есть. Какая отчаянная попытка. Валю. Вот, да, видите, все, нормально. Так, а мы тогда тупим в Переяславль. Доход от торговли, число дипачков. Да, число дипачков. Доход от торговли нам нужен. Мы сейчас возьмем... Так, вот, как вы видите, мы скоро будем контролировать Киев. Кто контролирует? Ганза? Да, Киев просто удачно перенаправляет это торговое влияние. Опять дурацкий русификатор. Так, Краков контролируем мы. Крым контролирует Чернигов. Константинополь османы, ну это понятно. Рагузу контролируют османы. Вену контролируют австрийцы. Ну все, короче, понятно. Все очень банально, скучно, неинтересно. Так, все, идем в Полтаву. Представьте, что они объявили себя за щетверкотоличеством. Вы серьезно? Надеюсь, они нас поддержат. Нет, они нас не поддержат теперь в войне с тевтонами. Лоу. Вот это обидки. Давайте. Чернигов-то... Чернигов, живи! Живи, друг. Какая жалость. А, мы сейчас потопаем. А мы сейчас потопаем в Харьков. Нет, 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 мы еще не закончили с вами. Мы сейчас еще Чернигов заберем, потом заберем Смоленск, потом заберем Ливонов. И все-все-все мы заберем. Ох, походу шведы проиграли. Да, ну хоть Ливонов заняли. Неблагородной работенкой. Так, сейчас мы захватим Харьков и все будет нормально. Умер наш Денский Брак. Так, ну сейчас мы придем к ним на поклон. Всем привет, это мы. Так, и улучшить надо бы себя отношения, что-то они ухудшились как-то в последнее время. Великолепно. Что за провинция? Наш приграничный конфликт сдержавы в Тевтонске Ворде позволил нам привидеться. Отлично. Это не так уж и плохо. Стоимость технологий. Мы лишились. Отлично. А почему? Потому что у нас есть претензии на Тевтонов теперь. Да, 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 да. Так. Эти пошли в Полтаву, мы пошли пока тут громить этих. А, они сами пошли их громить. Ну все, значит, мы топаем пока в Брянске. Ох, нет. Мы топаем сюда. О, да, еще на отношении с венгерами. Отлично. Одну из главных битв войны мы выиграли. Топаем, шлепаем в Брянске. Рекрутов мы что-то прям просадили жестоко. Швейная мануфактура, ну да, это нам надо. Административку-то качать. Мы по ней отстаем жестоко. Так, и надо бы, я думаю, нам феодальную монархию принять. Накопительство административки. Так. Абсолютная монархия, абсолютизм 20. Административная монархия. Так. Административная монархия, эффективность производства плюс 10, доход на налогов плюс 5. Диспатия, а феодальная где? Видимо, у нас и так... А, у нас и так феодальное, просто у нас княжество. Ну, меня устраивает феодальное. Мы, наверное, потом поднимем ранг государства, и у нас станет это... Как его? Королевство. Или царство, я не знаю, как это будет считаться. Вот в Москве пока великое княжество, потому что ранг... Может, мы станем великим княжеством молдавским. О-о-о! Совменно и верно изменяя внутренней политики редко приводили к улучшению стабильности. Служило доказательством того, что правительство не заинтересовано повышение благосостояния своих поданных. Мне надо до рекламы по телевизору читать. Управление. Направить деньги в казну. Стабильность, конечно. Халявная стабильность. Не так часто бывают на неё ивенты. Так. Ну, в Збрянском мы сейчас закончим. Со Смоленском. Обескровлены как-то были венгры этой войной. Я не ожидал прямо сказать. В Збрянске такой бичовский, что ли? Ух ты! Лебед снабжение всего 25. Ничего себе. Так. Это было плохо. Ну ладно. Потопали теперь вот сюда. Так. Всё. Смоленск. Мы с тобой сейчас мир заклёчим. Нет. Ты нам не нужен как вассал. Позже упаси. Репарации нам нужны. Так. Пароход войск нам от тебя не нужен. Нет. Нет, конечно. Так. Нет. Пусть договора останутся. Его сейчас в Москве а то сберёт тогда. Ну и денежку мы у тебя сберём. Чтоб не лез куда не надо. Всё. Может быть свободен. Брянская армия отвалилась. У Чернигова мы сейчас ещё провинции заберём. Пароход войск. Пароход войск. Пароход войск. Орден. Предложить мир. Передашь револь. Нет. Не хочешь. Ну ладно. Освободишь Эстонию. Тоже не хочешь. Там его нужно просто разгромить, чтобы унизить. Так. Тогда. Тогда. Что тогда? Тогда выплатишь нам репарации и денег отдашь ещё сверху хорошего. Отлично. Эм. Меня вполне это устраивает. До свидания. Всё. Ливоны отвалились. Так. Теперь мы топаем, шлёпаем в Ригу. Ну в Риге мы тоже повеселимся сейчас. В православной Риге. А. Тут уж шведы веселят. Ну всё. Швед пусть веселят. А мы сейчас с этими Рижанами повеселимся. А. Отлично. А теперь топаем в Чернигов. Да. Долбим Чернигов. Всё. До свидания, Чернигов. В войну они полностью проиграли. Так. Вам мало, что ли? Всё. Мы полностью разгромили Черниговскую армию. Отменяем содержание вот этих крепостей. Денег у нас просто дофига. Так. Рига уже откупается как может, но мы не примем пока этого всего. Мы уже в спокойном, мирном режиме отходим в провинцию Молдавии. Там начинаем пополняться потихоньку. О. А в Варшаве там есть ещё, да? По-моему, восставшие там. Там, да, восстание формируется какое-то. Да. А, всё, уже там нет. А где есть? В Бресте. Ну, в Бресте тоже нужно. Так. Сейчас. Всё, Рига захвачена. В принципе. Ну, я, конечно, не буду отдавать её шведам. Само собой. А. Чё, я с Киевом так сразу сходу помирюсь. Сначала с Ригой надо помириться. Так. Ну, тут шведы, конечно, будут довольны. Но хер там. Так. Разорвётесь эти договора. Ну, нет. С Ганзой разорвётесь эти договора. А у них в Москве союз. Ничего себе. Крутая Рига. Репарации. Конечно. Торговление. Разумеется. И денег, денег, денег. Больше денег. Больше. Всё. Отлично. Больше у них нет. Всё. Отжали у бедной Риги. Отличненько. Папапам. Так. У Риги у нас... Рига это чё такое? Деократия у них. Великая Метрополия. При которой от имени Бога государство правит духовенство. Верная естественная вера. Вертиплены к еретикам. Ежемесячные изменения автономии. Время изменения национального фокуса. Минус пять лет. Ничего себе. Прикольненько, прикольненько. А, не наши союзники? Нет. А, да, я же сам с ними расторг. А прикол Ливонов перекрестить. Они будут военно-монашеским орденом православным? Было бы забавно. В любом случае, Ригу я уже перекрестил. А, всё, да. И теперь главный наш... Главный наш... Как сказать... Договор о мире главный наш. Полтава. Переославль. Я хочу, хочу, всё. Так, Киев, смолен с Тернигом. Вообще посрать. Так. Отлично. До свидания. Киев, ну ты так разорвёшься договора. Что за глупости-то такие мне говоришь? Конечно. Нет, так мне не нравится. Я хочу с Тернигом персонально поговорить. Ты на меня дашь вот это, вот это. Так, ты мне будешь выплачивать репарации. Угу. Откажешься от претензий на мои земли. Само собой. И... Эм... Так, у тебя ещё какие-нибудь прикольчики? Соседовать держать Тетонский Орден. Да, это нам нужно. Это бесспорно, чтобы они там не помогали им ни за что. Никогда. Так. Ну, в принципе, всё. До свидания. Отлично. А теперь мы поговорим с нашими друзьями из Киева. Здравствуйте. Да. Конечно. Ну. И денег побольше. Побольше денег. Так, что нам не хватает? О, нет. Что нам не хватает? У вас не дача дебанчиков очков. Сколько это стоит? Нет. Так. А сколько это будет стоить? Так. 8,7. А это 30. То есть 117. Сейчас накопим по-бырому. Чернигов, что ж ты такой маленький? Ах, мы ж тебя захватили. Я и забыл. Ты просто такой маленький. Ва-ха-ха-ха-ха. Так. 137, чтобы переславли сделать тут нашим. Как раскормились. Мы такая жирная Молдавия. Мне прям нравится. Красота. Скоро мы будем бывать с османами, то есть с нагайцами и со всеми-со всеми. Ну, видимо, нам не придется уже побывать с тефтонами. Это плохо. И с литовцами, потому что они католическое. Католическая у них вера. Но мы можем сделать их вассалами чуть позже, у литовцев. А потом аннексировать просто. Ну, не хотелось бы так много общих границ иметь с Московией. Потому что там войны начнутся еще с Московией всякие. Зачем нам это надо? Финляндия. А Финляндийский союз. У зданий из Норвегии. Понятно. Со всеми, короче, кроме... Скандальная новость. Молдавия совершает акт агрессии на востоке Украины. Шутка была такая. Не надо устраивать какой-нибудь там дипломатический... Ой, ну вы поняли меня, короче. Дипломатический срач, это я бы сильно сейчас сказанул. Так, все. Как нет? Как нет? А, еще не хватает. Так, мы копим пока теперь на технологии. Больше власти... О, он какой-то неадекватный. А, серьезно болеет. Больше власти провинциям. И торговля, я имею в виду. Больше власти знать, конечно же. Конечно же. Так. Придет... А, что я сделал? Что я сделал? Дурачина. Простофильм. Ну что ж, будем ждать дальше. И дольше. Так, давайте тогда... Дипломатическая репутация... Ммм... А зачем она нам нужна? Давайте возьмем на постоянный прирост отношений. Чтобы правительство за границей. Женщина, причем. Вот так вот. Киев не хотел стать нашим вассалом мирно. Станет им немирно. Вот так. Все, Гену сожрали, кстати. Кто там? Милан раскормился. Смотрите, какой он жирный теперь. И Гена теперь полностью правит вот здесь. А это кто? Грузины? Грузины еще чем-то владеют. Феодора еще чем-то владеет. Вот это вот интересно. Я бы мог заключить с ними союз. Ну зачем мне это надо? Вот если бы их завассали... Хотя, смысл... А, тут Венгри сейчас разберутся. Да-да-да-да-да-да. Так. Еще не можем. Конечно, не можем, блин. Тут один дебил взял, все испортил. Так, Османы, вы серьезно думаете, что я вас пропущу? Конечно, нет. А гадь с кем-то воюет, что ли? Нет. А Османы с кем воюют? И Османы ни с кем не воюют. Что-то здесь не чисто. Что-то мне это не нравится. А с кем австрийцы воюют там? Ни с кем. А это что такое? Как... А, нет, все правильно. Воюют с Кёльном. Кологны. Надо же, блин, так написать. Блин. Сейчас всю уже империю почти захватили. Смотрите. Австрия и Ганза. Вообще поделят всю империю. Будет еще война, наверное, какая-нибудь... ...между Ганзой и Австрией вскоре. Я так думаю. Потому что, смотри, простых герцогов вообще не осталось. И Фландрия живет. Ну, скоро Голландия отделит. Отдели Циндерланды. И вот это уже будет весело. Как они там будут выкручиваться. Сколько у нас вообще бафается этого? А че такое? У нас столько отношений, что реально? Мы такие добрые? Так, посмотрим. Это кто? Ахин, что ли? Ахин, да. Какие у нас там отношения могут быть? Своей страны. 6 из 4. Брак-союз. Союз. Получает торговое влияние. Здесь, где брак-союз, где начать брак-союз? Рига. А, это тоже считается как за договор. Получает торговое влияние. Придется это... Расторгнуть. Где это? Придется расторгнуть, да. Чтобы хоть побольше получать ответ дипломатических очков. Хотя бы 4, да. А то это же совсем мало, сколько мы получаем. Генгрия, да. Ну, я вас за это не осуждаю. У вас, наверное, там вообще полная шопа. Уже из-за нас. Из-за моей глупости. Опять-таки. Опять цена технологий снизилась, потому что у нас есть... Рядом сосед, который не в войне. Военно-активированный модификатор. Вот, видите, активированный модификатор. Это потрясающе вообще просто. Просто великолепно. Вот наши технологии. И мы скоро уже получим военку. Австрийцы стали императором. Австриец. Австриец, да, стал императором. Курфюрсты. Богемия. Майнц. Так. Баварии больше не предстоит править, я думаю. Они правы. Ну, хоть административку. Я... Дипломатии сейчас бафнули, я бы вообще не видел. Шведы. Полтава. Мы уж Полтаву национализировали, пока они там думали. Переославль. Это да. Это нам нужно. Это прям вообще. Жесть. Как нужно. Так. Сколько там нужно точков? Блин. А. Вот. Показывает 117. Ну, все. 117. Папапам. Все. Отлично. Теперь бедные кивляни под нашим гнетом. А мы великая держава. Да. А кто великая держава? Тот, кто больше всего завоевывает, а не тот, кто сидит и битку сосет. Так. Эм. Черкасса. Где бы разрушить крепость? В Братславе прям так просят, так хочется. Ну, давайте разрушим. Братслав, ты где? Где твои крепости, друг мой? Вот они. Я их разрушаю. Уа-ха-ха. Запорожье пусть здесь контролит, юг эти пусть здесь контролят. Так, Братслав, по влиянию крепости уровень крепости отсутствует. Отсутствует, отсутствует. Отсутствует, отсутствует. А. А если так сделаем? Не, просто интересно. Посмотри. Крепость отсутствует, отсутствует. Будет. Понятно. А, вот, да. В зоне контроля Подоля все вот эти крепости. Это нормально. Мы её включим, и она будет контролировать вот все эти земли. А Черкассы, это, Запорожье, и нам тоже нужны. Денег у нас просто дофига, мы можем стать хоть защитником веры сейчас. Но надо ли нам это? Так, текстильная мануфактура, местная производство, плюс один, аж даст нам. То есть товар, шерсть, сукно, шерсть, сукно. Так, вот это будет хорошо. Так, а сколько ты нам с производства даёшь? Потому что здание можно строить только в единичном экземпляре. Я вот и не знаю, сколько ты нам даёшь с производства. Производство, 6,9. Больше всё даёт Варшава. Так, в Варшаве текстиль. Какое спадение! Приятное. Так, в Варшаве мы уберём крепость. Мы можем построить в Варшаве это здание. Потому что в Варшаве просто бешеное развитие. И угодья ещё плюсом. Так, значит, в Варшаве мы и построим. Так тому и быть. Всё, мы строим супер текстильную мануфактуру. Будем там шить, плести и все дела вообще делать. Крутые самые. Для самых крутых мужиков. Так, футболки для нашей армии. Там с надписью I love you, Молдавия. Все дела. Великая держава, великий маркетинг. И самое что приятное, что вот эти территории православные. Их не надо перекрещивать. Всё в порядке. Ну вот, а смысл нам вассалить Феодору? С торговой точки зрения... Вот нет, только с торговой точки зрения есть смысл, кстати. И рекрутов у неё много. Какая армия у Феодора, кстати? Ну по уровню его развития она, конечно, проседает. Армия. Феодора, Феодора. Феодора, 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 Феодора. А, она же на Т там в этом. Феодора. Так. Вот она. Семь тысяч. Неплохая для одной провинции армия. Ну когда она будет нашим вассалом, я думаю, тысяч пять у неё будет. Активирован, то активирован, то не активирован. Как он... А чего вообще зависит этот квалификат? Я не знаю, от чём он зависит. А, можешь посмотреть. Сейчас я посмотрю. Сейчас я вам это посмотрю. Так. Торговая с западным оружием. Что нужно? Любая соседняя держава технологии группы завтра не является зависимым державой, находится в союзе с державой Молдавии. А, находится в державе Молдавии, по крайней мере... А, 150 должно быть, всё ясно. Улучшим отношения. А с кем? А, у нас с Австрией такая фигня. Нет, уже не с Австрией. Смотри, мы вылешились. Надо повысить с ними отношения, чтобы у нас была торговля с западным оружием, все дела. А, в Киеве тут восстание. Вы чё, офигели, что ли? Я вам сейчас по рогам надаю дворяне проклятущие. А чьи дворяне-то были? Йоу, это были... Ну всё, значит. Это были литовские дворяне, пришли, дали по шапке киевлянам и ушли. Ну, это нормально, это Европка, я уже вам говорил. Тут такие... Франкфурт? Где? Где? О, как у меня надоели. Так. Бам. Бам. Идите, венгры, умирайте за нашу любовь. Отлично. Видимо, здесь придётся нашим войскам поумирать за нашу любовь. Потому что венгры сразу потеряли энтузиазм. Эй, вы куда убегаетесь? Ээээ... Волыния... Офигела, что ли? Так, всё, мы их разгромили. Пусть даже не думают. Какой там... Пуф... Чернигов. Что за провинция вообще так? Что за дурацкое название? Давайте раззадорим их. Здесь в восстании подавлены. А здесь ещё не подавлены. Так уж не будем их в первый раз задорить. А просто подождём. А в Запорожье мы вообще уберём. Потому что в Запорожье там топовые чуваки вообще обитают. Которых не будем мы пока понижать автономию. Пусть они там себе живут. Любят друг друга. Так, нам нужен ещё один противник. И да! Это османы. Зуб даю. Это осман. Сейчас они нас тоже объявят своим соперником. Наконец, наконец мы достаточно мощные, чтобы османов сделать своим соперником. Так, чё такое? Мы конкурент в мировом господстве. Вам все понятно, ребята, да? Кто здесь крутой? А видите, хорошо, что венгры хотя бы не претендуют на это мировое господство. А мы тут создаём мощную свою империю. Спокойненько так. Не торопясь. Опять австриец. Император. Ну. Вполне законно. Брандон. Ой, Майнд поддерживает этих. Богемию. Ну, как бы даже если они станут императором, это ничего не решит. Это будет... Ну, будут они, императоры будут. Придут там со своими союзниками австрийцы, дадут им по шапке, если им будет надо. И всё. Блин. Хоть Рим бы не сделали они. Просто кельвинизм распространяется с пугающей скоростью. И протестантизм. Ну, в этой грязи называется не кельвинизм, а реформаторство. Кафу фиг перекрестишь. Нагайцы этого сделать и не могут. Нагайцы вообще отсталые по технологиям, ребята. О. Ура, ура, ура. 14 уровень, как у османов. Так. Восточные гусары. Восточные рейтеры. Что нам нужно, ребят? Огневая мощь в атаке. Ну, эти чуваки, я так понимаю, больше для... А... А... Атаки. Больше боевого духа им нужно. А вот этим чувакам запорожские казаки у нас могут быть в коннице. Прикольные, потому что мы запорожье контролируем. Крутяк, крутяк. Реформированные восточные гусары. Мне они больше нравятся. У них... Они такие сбалансированные ребята. Возьмем реформированные гусары, но... Вы видите это, да? Вы видите то, что я вижу? Кажется, назревает война с османами. Но это мы узнаем только в следующей серии. С вами был Хейлер. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока-пока.